Закончилась у нас короткая программа в соревновании малышей на третьем этапе Кубка России и первые три места у нас занимают Даша Усачева, Лиза Берестовская и Ника Рябинина. Также совсем недалеко расположились Камила Султан-Магомедова, Варвара Кисель и Станислава Молчанова. У моих рамых, к сожалению, была ошибка в каскаде. Удивительно, что в этот раз ей поставили неясное ребро, обычно никогда не ставили, но вот это непонятно, зачем она прыгает тройну луц, на котором у нее неверное ребро, в короткой программе. Также не очень хорошим вышел прокат у Марии Дмитриевой и Полины Плохотной. В прошлом сезоне я видел практически все соревнования, на которых участвовала Полина, и то, что было сегодня показано в короткой программе, это даже не отсутствие прогресса, а как бы не регресс. Посмотрим, как Полина откатает в произвольной программе, но здесь уже пора менять тренера. У этой фигуристки есть очень хороший потенциал, но она нестабильна. Надо ехать на просмотр в Москву. Что же у нас касается тройки лидеров, Ника Рябинина, конечно, откатала неплохо, но ее ГОЕ за технические элементы говорят сами за себя. То есть это был хороший средний прокат, хотя, опять же, учитывая прошлый сезон, который Ника, можно сказать, пропустила, не помню, чтобы я ее видел на главных стартах. А когда она внезапно появилась, она прыгала 3-2. То есть, если сравнивать с этим, то, конечно, прогресс есть, и это очень хорошо. Что касается Лизы Берестовской. Мне показалось, на каскаде у нее был недокрут, но если не поставили, то и хорошо. Тем более у девочки дебютное соревнование по юниорам на Кубке России. Если мы говорим про положительные стороны проката Лизы, то, насколько было видно, она прибавила во владении конькум. Ну и, конечно же, ее вращение. Это просто заглядение. Особенно, когда она делает Бильмана вот эта позиция в затяжке. Лиза в этой позиции набирает просто невероятную скорость. То есть, это совершенно потрясающе. Потому что, например, гибкость – это одно дело. Пластичность во вращении. Но самое главное – это скорость. И когда скорость высокая, это все смотрится очень эффектно. Что же касается самого проката Лизы, то, как и в прошлые сезоны, было одно и то же ощущение. Что как будто бы Лиза катается на максимуме. То есть, вот, например, фигурист откатал программу. Виден, ощущается потенциал из отдел в катании. Можно вот это лучше сделать, вот это улучшить. То, что касается проката Лизы, в нем не было видно того, в чем Лиза потом может прибавить. Буквально каждый элемент, кроме вращений, как будто бы все идет в натяжку, вся программа. Не чувствуется фундамент, основа за этим. Это было и в прошлом сезоне, и в позапрошлом. Это есть и сейчас. Но, конечно, хотелось бы ошибиться насчет Лизы. И что по ходу сезона она будет только прибавлять. Ну, а что касается лидера после короткой программы – Даши Усачевой. Прокат был замечательный, потрясающий, за исключением одного момента. Это, конечно, очень хорошо, что Даша начала стабильно катать короткие программы, теперь осталась и произвольные также катать. Тогда вообще будет все шикарно. Но вот чего не было, и что достаточно сильно бросалось в глаза – это, конечно, опять же музыкальность и артистизм. То есть у Даши есть все, чтобы гениально интерпретировать музыку. Что в этой программе, что в произвольной. Музыкальная композиция выбрана отличная. Платье замечательное. Также, конечно, впечатляет владение коньком у Даши. Руки у нее красивые. То есть вот этот каркас, чтобы показать шедевр, он есть. Но, к сожалению, в этом каркасе не хватает самого главного – это души. Даша откатала эту программу холодно, равнодушно, без какого-либо намека на то, чтобы выразить хоть какие-то чувства и эмоции. И это, конечно, очень грустно. Потому что у этой фигурестки виден потенциал. По влатению коньком она абсолютно лучшая в этой новой тройке Этери Тутберидзе. На льду выглядит совершенно замечательно. Но нужно исправить три вещи. Первое – неверное ребро на лутце. Второе – стать стабильной. И третье – научиться чувствовать музыку. Потому что так здорово кататься, но при этом без души – это совсем не дело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok